здравствуйте уважаемые коллеги среди трудовых состояний человека есть такое состояние монотония но это часто на конвейерном производстве проявляется человек делает монотонные именно такие стереотипные движения там менее 10 секунд менее там трех четырех простых движений и человек впадает какое-то странное гипнотическое состояние он даже может быстрее работать но у него он быстро устает у него там два нейронного мозга только задействовано вот это монотоническое состояние ну когда там от этого уйдем просто когда конвейер исчезнут это еще не так скоро будет вот но в то же время вы это можете наблюдать практически каждый день универсами вот представьте кассир который вот ваши покупки подсчитывает штрих-ход снимает и так ну сотни людей день проходят и одни и те же движения одни и те же фразы и вот потом может чему привести вот представьте себе значит универсал кончился рабочий день магазин закрылся кассиры сидят подсчитывать выручку инкассаторы приехали и одна девушка сидит за кассой плачет все к ней подошли что случилось на то что что обсчиталось что да нет все нормально а что случилось да вот буквально перед закрытием молодой человек зашел высокий такой красивый он подошел ко мне вдруг увидел как девушка вы не поверите вы мне еще в детстве снились я всю жизнь искал я вас полюбил еще даже не видя вас вы не подумайте никакой паньяк вот мой паспорт может посмотреть я бизнесмен у меня есть квартира в москве в париже свой вертолет остров тихо по океане выходите меня замуж я не обманываю все это правда вот ему все это может убедиться выходить замуж мы поедем в свадебное путешествие в кругосветное путешествие куда хотите все я вас ждал просто с детства мне когда-то приснились я вас искал как вот принца на белом коне я вас нашел а ты чё а я чё а я ему говорю карточка есть пакет нужен и он ушел вот такое состояние монотонии кстати вот можно было дополнить кассовый аппарат у кассира да еще одним табло после какой-то процент же от выручки в зарплату кассиру идет вот после каждого покупателя будет веселее работать там будет новый цифр обновляется сколько она за день заработала ну и так накапливается сам месяц ну как-то снимает не уж стоим монотонии вот я не просто тупо двигаю предметы а еще и вот тут мои деньги зарабатываются наверно стоит программистам подумать на таким усовершенствованием кассового аппарата еще немного о педагогике мы с вами как-то уже говорили о том что начальник критикуя сотрудника должен не сотрудника критиковать а работу которую плохо сделал касаться в личности табу вот это вы плохо сделали такой хороший работник а плохо а вот с детьми тоже сплошь и рядом родители бабушки дедушки сравнивают детей друг с другом они самого с собой то есть вот ребенку упрекают вот ты до сих пор не умеешь штаны застегивать а вот саша уже умеет застегивать вот маша вот уже рисовать умеет а ты вот это дети развиваются очень в разном темпе нет абсолютно такого стандарта если же общие кит правилами когда-то начинает говорить когда ходить но развитие все-таки проходит очень индивидуально и вот надо хвалить ребенка за то что он вот ты вчера не умел а сегодня научился а теперь научился вот этому то есть собой сравнивать обязательно вот сравнивать с другими это не мотивирует ребенка на развитие наоборот это как-то убивает унижает только хуже сделаем то есть сравнивать с собой и тогда все будет камильфо у него сказанском метро опять же на экране по на такая шутка понравилась ли там будет я очень люблю свою жену мне нравятся женщины которые разбираются в мужчинах вот такая шутка и в сторону действительно вот муж жена вроде любящие друг друга люди одна семья и вот чем очень часто не говорю что все да но многие женщины ну и мужчина занимается отругать своего мужа или жену жаловаться на нее вот такой мой козел там и так далее а зачем это делать но раз такой козел почему с ним замуж выходила почему не бросить его там то есть вот это вот ну не камильфо ну даже может не очень хорошо что-то в семье но уж молчи об этом нам от чисто внутреннее дело самое последнее дело выплески в те тысячи налюдей жаловаться а еще хуже ложа не хуже но также плохо когда руководитель жалуется на своих подчиненных это вообще табу но есть а плохие подчиненные значит и чет почему с ними работаешь почему не выгонишь и перевоспитаешь bud уж терпи как извините больного ребенка в семье не показывает никому что у тебя плохие подчиненные распахи и подчиненные значит и ты не очень-то хорош самое последнее дело как начальник жалуется на своих подчиненных. Например, как офицер будет жаловаться, там, полковник, на своих лейтенантов. Да, некоторым их скорее там построит, отшкурит, все что угодно сделает. Но никогда в армии такого не бывает. Нельзя критиковать свое начальство, да, но и начальство не ругает своих подчиненных. Оно лично с ними разбирается, но не жалуется вышестоящим. Еще немного о хорошем тоне. Ну, наверное, тоже все знают, да, когда, скажем, мужчины сидят, и дама входит в комнату, все должны встать. Или, ну, за столом в ресторане, да, дама встала, вышла там припудриться, тоже мужчины встают, пока она не отойдет. Вот, ну, все понятно, да. А вот представьте себе, что, ну, вот, человек-мужчина-руководитель. Ну, есть подчиненная женщина, он там приглашает в кабинет к каким-то делам, разговорам. Должен ли он вставать, когда дама входит в его кабинет? Вот это, кажется, уже совсем не обязательно. А вдруг у него много женщин-подчиненных, постоянно заходит, ну, устанет просто вставать, садится. Начальник может не вставать в этом случае. Он приглашает сотрудницу в кабинет, конечно, обязательно должен ей предложить сесть, сидя уже разговаривать, но вставать в этом случае уже не надо. Он руководитель, мужчина, конечно, с полной хамственностью, если она будет сидеть, она будет стоя его услушивать. Надо предложить сесть. Но вставать не обязательно, это тоже Камильфо. Вы, наверное, заметили, в последнее время такую тему постоянно поднимают. Вот этот многострадальный эсфинец американский Дональд Кук, который то в Черном море его там имитировал атаку наш бомбардировщик, теперь он в Балтийской море зачем-то приперся, там опять его Су-24 имитировал даже не атаку, а просто проход. Но это обычная практика в этом армейской службе, в нейтральных водах. И наши истребители облетают, американские авианосцы фотографируют их, и у нас наоборот. Наши стратегические бомбардировщики, они еще идут в сопровождении 4-5 истребителей. На всякий случай, в случае чего, не дай бог война, они его сразу собьют, но он успеет выпустить крылатую ракету. Так что двойной контроль, как говорится. То есть ничего страшного в этом нет. Обычно не нарушение каких-то правил и прочих-прочих вещей. Вот, ну, подняли хай, американцы, они же привыкли, что только мы можем плавать, где хотим, да, и нас не контролируют. Да нет, ребята, те времена кончились. Теперь все будет в норме, симметрично. Вот, но в связи с этим, в другой случай вспомнил, это где-то еще в 90-х годах было. Есть такой, ну, самолет-разведчик американский, турбовинтовой, Орион. И вот он вдоль границ наших там или китайских, в воздушном пространстве, иногда нахально заходит туда, ну, ведет радиоразведку, фотографирование и так далее. И вот тоже на перехват такого самолета вылетел летчик Ван Вэй, китайец, на МиГ-23, вернее, китайской версии МиГ-23. Вот, там бывает, боятся прям крылом выталкивать. Стрелять вроде нельзя, войны нет, но они чуть ли не крылом выталкивают, намекая, что вы уже зашли в наши территориальные воды. Вот, и вот Ван Вэй подставил крыло или киль своего самолета, разрушил винт. Но он катапультировался, но тело его не нашли, ведь так погиб он в океане. А вот этот американский Орион, у них не было выхода, ну, как выход-то был. Вот случилось такое с нашим разведчиком, ну, наши летчики передали бы свои координаты, посадили бы самолет на воду, уничтожили всю секретную аппаратуру и дождались бы спасателей, наш флот, они бы их спасли. Американцы предпочли сесть на китайский аэродром, на остров, на военный китайский аэродром. Китайцы, сюрприз, очень обрадовались. Летчиков, правда, вернули американцам, но уж самолет они распотрошили до последней заклетки. Аппаратура была цела, все компьютеры, все секреты радиоаппаратуры. Китайцы очень интересно ее разобрали, поковыряли с ней, получили что надо. Но самое смешное, другое, в 90-е годы, даже по нашему телевидению, когда этих летчиков вернули на остров Гуам, на американскую базу, также у наших комментаторов звучала фраза. Героев на острове встречали, членов семей, командований и так далее. Видал я таких героев. Герои – это были бы те летчики, которые бы сначала уничтожили аппаратуру и сели бы на воду и ждали бы спасения. А это противнику отдали целехонький самолет практически на всю аппаратуру секретную, и они после этого герои. Вот это Соединенные Штаты. Из дерьма сделают конфетку, из ничего делают героев. Но у нас так не получается, и слава бог. Продолжаем разговор об улицах Казани. Есть в Казани такая улица Адмиралтейская, ну и даже не просто улица, а Адмиралтейская Слобода. Вообще-то мы привыкли, что Адмиралтейство – это где-то в Питере. Люблю тебя, Петра Творенья, пустынных улиц и светла, Адмиралтейская игла. Адмиралтейство – это некое место командованием флотом или место, где строят корабли. Так вот, в Казани действительно строились корабли. Вообще, ну, при Питере российский флот зарождался в Воронеже. Ну и в Казани было свое Адмиралтейство. Здесь строили корабли для Каспийского похода Петра, которые по Волге туда сплавлялись, как говорится. Екатерина Великая на галерии Тверь прикладывала в Казань. Там она хранилась в 1956 году, к сожалению, сгорела. Уже было такое красивое судно, стояло, хранилось. И вот в честь этого называется Адмиралтейская Слобода. Там был старый пристань еще, была деревня Бишболта, пять топоров. То есть, значит, люди работали топорами, то есть, крестьяне, жители деревни, они были там рабочими на этих судоверфях, тесали бревна, лошманы вот такое, фамилия есть лошманов, да. Лошманы заготавливали строевые сосны в лесах для строительства кораблей. И вот вокруг этого слова Адмиралтейство, кораблей, очень много в Казани каких-то топонимов и фамилий даже. Ну, еще там называется Петрушкин разъезд такой есть. То есть, конка, которая ходила туда, в старую пристань, две лошадки были запряжены в вагон. На подъеме им было тяжело поднимать вагон, и еще двух лошадок припрягали на помощь, они довозили вагон куда надо. Вот этих лошадок престижных, их называли Петрушками. Их любили казанцы, угощали их сушками, там, сахарком и так далее. Вот, поэтому называется Петрушкин разъезд. И уже очень хорошо, что Петрушки, там, и коняшки поставили памятник в Адмиралтейской Слободе. До свидания.